Лепим лужок из пластилина. Давайте научимся с вами лепить ромашку. Первое, что мы с вами сделаем, это слепим серединку цветка. Раскатываем кусочек пластилина в шар, сплющиваем в пряник или лепешку, делаем дырочки спичкой или зубочисткой. На втором этапе мы с вами научимся лепить лепестки. Отщипываем 5-7 кусочков, раскатываем столбики, сплющиваем и заостряем с одного конца. Теперь давайте с вами слепим листочки. Раскатываем столбики, сплющиваем, вырезаем зубчики, рисуем жилки стекой или зубочисткой. Теперь давайте с вами слепим василек. Первый способ, он очень простой. Раскатываем столбики, сплющиваем, моделируем форму лепестков, делаем серединку, жгутик сворачиваем в спираль. Второй способ, он немножко посложнее. Раскатываем шар, сплющиваем шар в диск, делаем разметку, сетку, вырезаем лепестки стекой. И на третьем этапе мы с вами научимся делать листочки. Раскатываем столбики, сплющиваем, рисуем жилки стекой или зубочисткой. Теперь давайте слепим мак. Первое, что нам нужно сделать, это раскатать 4 шарика. Раскатываем и сплющиваем. На втором этапе нам нужно сформировать лепестки. С одной стороны расшлепываем, с другой заостряем. На третьем этапе делаем серединку цветка, пестики и тычинки. Соединяем лепестки и серединку в красивый венчик. Затем лепим листочки, как для ромашки. И укрепляем все на карандаше или зубочистке. Теперь мы с вами будем лепить колокольчик. Раскатываем несколько пластилиновых шариков синего или фиолетового, голубого, розового, сиреневого цветов. Раскатываем конус в толстую морковку и превращаем конус в колокол. Прищипываем и заостряем лепестки. Лепим серединку из пяти трех маленьких шариков. Делаем стебелек из проволоки, покрываем ее пластилином и лепим листочки. Теперь мы с вами будем лепить гвоздику. Размягчаем комочек пластилина, раскатываем длинный столбик, сплющиваем в пластину. Теперь прищипываем пальчиками, чтобы получились волны или зубчики. Закручиваем в бутон, расправляем лепестки и оформляем бутон. Теперь делаем стебелек с узкими листочками. Соединяем в одну композицию несколько бутонов и пышный цветок. Лепим как василек. Теперь мы с вами слепим земляничку. Спелая ягодка. Долго смешиваем кусочки пластилина красного и белого цвета, чтобы получился розовый цвет. Катаем ягодку в виде широкого конуса. Делаем на боках налепы. Прикрепляем хвостик из трех листочков. Теперь мы с вами слепим недозрелую ягодку. Соединяем два комочка пластилина, желтый и красный, не смешивая в один цвет. Формируем двухцветную ягодку. Украшаем пятнышками. Присоединяем зеленый хвостик. Лепим сложный листок из трех листиков. Лепим цветок из лепестков. Посмотрите урок, как мы делали с вами ромашку. Собираем все в одну композицию. Теперь мы с вами слепим гусеницы и улиток разными способами. Первое, что нам нужно сделать, это раскатать колбаски, изгибаем их волной и украшаем червяков пятнышками, полосками или бантиками. Прочно соединяем много шариков или лепешек разных цветов и украшаем, чтобы все гусенички были разными. Теперь сделаем другую гусеничку и улитку. Раскатываем длинную предлинную колбаску, сворачиваем прямую или боковую спираль и украшаем мордочки и раковины. Теперь мы с вами будем лепить жучков и паучков. Туловище жучков и паучков лепим из шара. Сплющиваем в лепешку или пряник. Процарапываем стекой важные детали. Делаем крылья для полета из двух заостренных лепешек. Оформляем детали. Полоски, пятнышки, усики, рожки, лапки и другое. Для паучка лепим паутинку. Теперь мы с вами будем лепить стрекоз. Туловище составляем из шариков или лепешек. Глаза делаем из шариков, фольги, бусинок или пуговиц. Делаем крылья, раскатываем столбики, сплющиваем и заостряем с одного конца. Процарапываем узор на крыльях стекой или делаем сетчатый узор. Отпечатываем грубую ткань, прикладываем ее и прижимаем. После чего ее нужно убрать. Давайте с вами слепим пчелку. Раскатываем шар желтого или оранжевого цвета и вытягиваем его в яйцо. Прилепляем черные полоски, это туловище пчелы. Прикрепляем крылья из сплющенных шариков или лепешек. Делаем голову с большими глазами и усиками из спичек. Давайте слепим муравьев. Тельце муравля. Тельце муравья составляем из трех частей – головы, груди и большого брюшка. Прикрепляем лапки, пластилиновые или из веточек. Усики лепим из пластилина или сворачиваем из проволоки. Кузнечик. Посмотри на рисунок и подумай, чем кузнечик отличается от муравья. Как его можно слепить? Крылышки можно сделать из пластилина или вырезать из фантика. Бабочки. Лепим бабочку самым простым способом. Туловище из колбаски, крылья из расплющенных шариков или лепешек, усики из жгутиков. Лепим более сложным способом. Катаем голову и туловище из двух частей. Вытягиваем крылышки и заостряем на концах. Украшаем пятнышками. Крылья этой бабочки прищипем по краю пальчиками и процарапаем стекой. Не забудем про глаза. Украсим крылья бабочек пластилиновыми кляксами и узорами. Попробуем передать характерную форму крыльев бабочки. Сделаем туловище из двух частей. Грудь и брюшко. И сложные по цвету крылья. Украсим узорами. Жгутики выложим волной. Теперь мы будем лепить мышку. Проще всего сделать вот такую мышку. Но можно слепить мышку наружку и по-другому. Для этого нам нужно слепить отдельно ушки, глазки, носик, верхние лапки, нижние лапки, туловище, головку и животик. Я вас поздравляю! Наш пластилиновый лук готов! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...